35 лет назад, 26 апреля 1986 года, слово «Чернобыль» прозвучало на всю планету, возвестив миру о самой масштабной техногенной катастрофе XX века – взрыве на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Все цивилизованное человечество в этот день вспоминает о Чернобыле, о тех, кто, не жалея жизни и здоровья, остановил радиационную стихию и предотвратил большую беду. 26 апреля объявлен Международным днём памяти участников и жертв радиационных аварий и катастроф. Памятные медали Новошахтинского городского представительства инвалидов Союза Чернобыль грамоты и благодарности Ростовской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» вручаются новошахтинским ликвидаторам. Финкену Валерию Ивановичу. Тогда, в апреле 1986 года, более 600 тысяч человек трудились в 30-километровой зоне 4-го энергоблока, строили саркофаг, вывозили зараженный грунт, эвакуировали население. Из Новошахтинска в район катастрофы отправились 198 человек. На сегодняшний день организация «Союз Чернобыль» недосчитала уже 140 человек. Ликвидаторы Чернобыльской аварии прошли войну с опасным невидимым противником – радиацией. Они выполняли свою работу, а рядом дышал смертельным дыханием реактор. Люди слабели от страшного дыма, невыносимой жары, огромнейшей дозы радиации. Они теряли силы, но выстояли. Они спасли станцию и предотвратили еще большую беду, которая могла бы случиться. Сегодня, спустя 35 лет, чувствуют ли они значимость того, что совершили? Сейчас чувствуем, а тогда нужно было, нужно было это делать. Надо было, надо было. Ну, если в комплексе брать, все мы, да, а если каждый отдельно, он делал свое дело. А что бы произошло, если бы тогда не удалось остановить выброс радиации? Это было страшно сказать, что бы было, если бы они пришли. Это было бы ужас. Сейчас бы было с Европы, было бы страшное дело, страны Европы. Куда ветер подул, то там хана, потому что бы разносило и разносило. И все, мутация. В городском парке установлен небольшой монумент в память об аварии на Чернобыльской атомной станции. Сегодня здесь много цветов. В городском парке установлен небольшой монумент в память об аварии на Чернобыльской атомной станции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова